ребят ну вот еще второе можно ssh но я думаю что он не нужен по одной простой причине потому что смотрите все там это многословно вот мы с вами устанавливали с ftp это защищенное соединение до этого видео да вот да и где мы можем сразу открыть терминал просто вести пароль без лишних действий мы это с вами делали все вот вам ssh что еще надо тем не менее я расскажу может кто-то захочет поставить еще один еще один ну конкретно ssh хотя вот он есть я говорю значится ну вот давайте это у нас будет я разные их много смотрел мне понравился в с студия фстс то есть набираете выбираете раз расширение сссс у меня он установлен вот он популярный очень и первое что нам надо сделать это сссс кредо то есть создать файл конфигурации давайте сделаем его то есть нажимаем f1 вот он да и у нас появляется такая вот таблица здесь можем разместить соединение либо сейчас только глобальный файл либо локальный там появляется когда у нас есть когда мы сохраняем настройки но я вы сейчас видите у меня есть уже поэтому я копия в бокс сссс а вы по-своему я просто копия да и нажимаем сохранить у нас появляется такая вот заполнял к потом ее будете дополнять ну что отражать но давайте лейбл то же самое поставим далее здесь просто группу пропускаем пока хост пишем свой хост порт свой порт руд это у нас папка напишем там хом и вашу папку куда вы хотите да агент нам сейчас не надо это потом будете разбираться юзерные у меня в сервер у вас смотрите свое когда мы сервер настраивали и пароль тут еще есть приватный ключ фраза то есть можно сделать кейда и сейчас я это не буду делать это уже разберете сами поэтому я только пароль заполняю вот запомнил пароль и сохранил после этого когда мы открываем файлы у нас внизу есть вкладочка с сссс файли систем. Ну, вот наша копия. Connect. Connect. Все. Вот я соединился с сервером. Но, опять же, лишние действия. Нам надо выбрать строку. То есть, когда мы берем терминал, новый терминал, то вот у нас появляется вот наш сервер. Вот это обычный, да, строка. Вот это надо обязательно выбрать иначе. Дальше, чтобы соединиться, мы вводим ssh, пробел и далее имя нашего пользователя в сервере. Дальше собака и наш сервер. Нажимаем Enter. Вводим пароль и мы вышли в ssh. Дальше, давайте посмотрим, что там еще есть. Один ssh fs, ssh fs. Ну, нам ssh, по сути, надо, чтобы просто сюда ms ввести рередактор, но и вводить команды, да, какие-то. f10 на сервере. Update. То есть, все работает. Но, опять же, я говорю, а смысл, не знаю, ну, я пока тоже оставил, но смысла не вижу, по одной простой причине, потому что у нас есть, вот, myserver, просто меньше действия открыли, ввели пароль и тоже у нас ssh. При этом мы, по сути дела, можем делать несколько командных строк. Вот у нас batch появляется, да, просто у меня и выбирать, да. Взяли, две сделали, где-то работаем прямо с жангой, где-то с сервером, то есть, а потом просто выбираем. Вот так, чтобы знали и перебирать можно много, да. Но пока вот так. Если в любом случае с этим сравнить, так, сейчас не срабатывает, да, что сравнить файлы, в принципе, иными словами, можно по этому принципу работают и другие. В общем, поперебирайте, посмотрите. Ну и последнее, что нам осталось, это уже, я не буду рассказывать, это уже личные предпочтения. То есть, по сути дела, что еще нужно сделать, если захотите, это уже настроить под себя. Просто наберите Visual Studio, там расширение HTML, лучшие расширения, сейчас, секундочку, я посмотрю, что я там. Где-то я специально открывал. так. Так. все посмотрим ну то есть уже поискать на набрать на латынице на русском лучшее расширение джи сил лучшее расширение ftml и уже выбрать то что вам понравится ну например там надо где-то color пикал пикер пике да это важно когда все сс допустим можно менять цвет прямо вот как пичаром то есть здесь уже здесь уже надо просто поработать и вы выберете то что вам нравится ну а у нас уже по сути дела готова хорошая среда полностью для работы с джанга питон проектами да дальше можно устанавливать вот здесь внизу звездочка можно выбирать цветовую тему до до устанавливать цветовые темы до устанавливать значки у меня сейчас стоит на стоя значки по моему материал икон теме до материал икон то есть тут такая интересная до каждый со своим ну все ребят по моему все остальные вопросы прошу вот есть в группе рубрика у нас как в любом случае есть у нас рубрика она и останется я думаю и для разработки и пожалуйста сбрасывайте свои наработки сюда какой-то плагин новый сбрасывайте показывайте поясняйте то что для себя открыли что поделиться с другими ребятами все спасибо продолжаем работать